ВСЕСОЮЗНЫЙ ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ В передаче лица Сарова с нами поделились ветераны организации – Надежда Почторюк и Игорь Макаров. В этом году юбилей в ЛКСМ совпал у Надежды Викторовны Почторюк с личным праздником. 70 лет назад, в 1953 году, она вступила в ряды комсомола. Этот дорогой ее сердцу период подарил много теплых и трепетных воспоминаний. Прежде всего, ее комсомольская молодость связана с мужем. В Сарове есть историческое здание, которое для Надежды Викторовны стало памятью. Надежда Викторовна, что было в этом здании? Ой, Светочка, это для меня здание, для меня святое здание. Здесь находился горком комсомола, где работал мой муж. Вот это здание на втором этаже. Вот дверь, это была входная дверь в горком комсомола. И горком комсомола находился на втором этаже. Мой муж сидел в паре с другим работником горкома комсомола, с Петей Прохоровым. То ли у меня такой плотненький, среднего роста, Петя высокий, худощавый, оба юмористы. Там очень много было комсомольцев собиралось, молодежь. Комната была очень веселая. И туда много приходили и за советами, и просто так чай попить. Вот. Ну, прошло 23 года. Вот видите, во что превратилось это здание. Правда, висит вот здесь дощечка памятная о том, что здесь когда-то горком комсомола находился. Для меня этот дом, конечно, святой. Это память о моем муже, которому в этом году исполнилось 50 лет, как его нет, к сожалению. Надежда Викторовна, как она сама говорит о себе, хочет быть первой всегда и везде. Поэтому и вступить в только что тогда образовавшийся коммунистический и младежный союз она хотела как можно быстрее. В комсомольцы принимали с 14 лет. Но юная Надежда не подходила по возрасту. Не хватало всего трех месяцев. Идут все в комсомол, и я впереди планеты, всем не надо тоже вступить в ряды комсомола. Я подала заявление, но, естественно, меня не приняли. Я не плакала, я ревела, меня уговаривали. Ну что ты, Наденька, пойдешь 1 сентября в седьмой класс, тебе исполнится вот в июне 14 лет, и мы тебя примем в комсомол. Ну что ж, пошла в седьмой класс. В ноябре меня приняли в комсомол. У меня сохранился комсомольский билет. Я сохранила комсомольский билет свой и комсомольский билет своего мужа. Хоть Надежда Почтарюк и вступила в ряды в ЛКСМ, но красный галстук с гордостью продолжала носить. Тем более, что он был ярким дополнением к темному школьному платью из саржа. Комсомольская молодость тесно переплелась с личной историей любви Надежды Викторовны. С будущим мужем, Анатолием Почтарюком, она познакомилась в студенческие годы в Горьковском строительном техникуме. О трогательном зарождении отношений и первом поцелуе комсомольского Деда Мороза ветеран написала в сборнике «Дети войны». Об этом случае Надежда Викторовна рассказала и нам. Мы учились в техникуме. Он был секретарем комсомольской организации. Я членом комитета была. И мы делали новогодний праздник для детей своих преподавателей. После спектакля мы с ним пришли в комитет комсомола. Я была в него влюблена до безумия. Мне кажется, никто в мире так не был влюблен в своего мужа, как я. Ну, это, конечно, романтика. Вот, мне казалось, что никто не видит мою любовь, потому что я скрывала. Ну, разве можно 18 лет скрыть свою любовь? И он тогда в комитете комсомола впервые меня поцеловал. И я так и называю комсомольский поцелуй Деда Мороза. Но поцеловал он меня только в щечку. После окончания техникума Анатолий Почтарюк поступил на работу в Приокский райком в тогдашнем городе Горьком. И его сразу же отправили руководителям комсомольского эшелона на освоение целиных земель на целых три месяца. И потянулись долгие дни разлуки супругов, которые уже ждали ребенка. Потом по направлению семья приехала в Саров. Анатолий Мефодьевич стал работать в горкоме комсомола. Надежда Викторовна окончила Московскую заочную высшую партийную школу при ЦК КПСС по специальности «Печать». Работала редактором радио «Внеев». Посвятила радиожурналистике 57 лет. Я работала редактором на городском радио. А потом меня приняли работать на завод «Авангард», где я была редактором радио завода «Авангард». И первой моей работой или выпуском была комсомольская радиопередача «Беспокойные сердца». Я помню тот день, когда мы выпускали первый номер этой газеты. Мы сидели всю ночь, выпускали эту газету. У ребят, жены не могли найти своих мужей, потому что тогда не было телефонов. Чуть ли не в розыск объявляли. И мы выпустили эту газету. И потом эта газета у нас уже перешла в газету уже новостей на заводе «Авангард». В 1959 году Саровская молодежь выступила с инициативой построить в городе комсомольский парк на месте Большого пустыря, где складировали различный мусор. Надежда Почтарюк вспоминает, что эту работу поручили курировать ее мужу. Комсомольцы привозили чернозем, кирпич, щебень, выкорчевывали многочисленные пеньки. Не всегда все шло гладко. Порой приходилось что-то переделывать по несколько раз. Находился комсомольский парк между домом со шпилем и бассейном. А ниже парка, на месте нынешней Комсомольской площади, располагались городские теплицы. Кроме выращивания цветов и рассады, в теплицах занимались гончарным делом. Изготавливали в основном цветочные горшки. В создание комсомольского парка вложили много сил и труда. Советская молодежь проложила 2000 квадратных метров дорожек. Построила городошную, баскетбольную, танцевальную и детскую площадки. Состоялось торжественное открытие парка. Но спустя некоторое время его решили ликвидировать. И на месте парка построили жилые дома. Большим событием в жизни Сарова в 1960-е годы стал молодежный фестиваль, в котором участвовали все комсомольские организации. Надежда Викторовна вспоминает, как в то время квартира семьи Почтарюк превратилась в штаб по проектированию и изготовлению фестивальных факелов. Мы сидели ночами, придумывали паклю, которую надо в эти воронки закладывать, чтобы они не выпадали из воронки, чтобы они горели, никого не подошли во время шествия. И вот когда начался этот фестиваль, шествие факельное шло по всему городу. От стадиона по Музрукову, тут мост был деревянный, шли с этими факелами, это была огненная река. Это такое красивое было шествие, что я вот до сих пор вижу эту прелесть, эту красоту. И я горда, что мы тоже вложили в это шествие какую-то часть своего труда, своей работы. В 1978 году организовали поездку комсомольских активистов на молодежный фестиваль пардовской песни «Памяти Грушина» в районе Жигулей на берегу Волги. В те годы побывать на Грушинке для многих комсомольцев было большой мечтой. Надежда Викторовна рассказывает, что долгая дорога туда на стареньком Павловском автобусе была полна приключений и романтики. Во время привалов путешественники слушали пластинки на старом патефоне, танцевали, готовили обеды на костре, пели песни под гитару. Много можно рассказывать об этом фестивале. Я вот помню только вот эта гора, где-то метров 200, а на ней сидели вот эти гости, участники. И когда в жюри говорили, если вам песня понравилась, включайте фонарики. Тогда не было вот таких телефонов с фонариками, а просто были фонарики. И если вам понравилось, то вы вот так вот ими показываете свое удовольствие. И вот когда песня какая-то понравилась, я оглядывалась, вся гора горела этими фонариками. Но что мне особенно запомнилось? Я писала репортаж, ну, поскольку мы были очень далеко, микрофончик был такой примитивненький, у меня был магнитофон еще катушечный. Вот. Так вот, микрофон я прикрепила на палку, эту палку подняла, конечно, мне помогали, это все, эта конструкция делает. И вот микрофон у меня был высоко, чтобы записать участников этого конкурса, песням. Председателем жюри был Юрий Висборг. Ну, молодежь, может быть, сегодня не помнит этого знаменитого барда, но мы тогда знали его песни знаменитые. И когда в 4 утра закончился конкурс, а в конкурсе участвовала молодежь от Владивостока до Калининграда, вот такой был диапазон вот этих участников. И Юрий Висборг сказал, а сейчас я вам исполню свою новую песню. Она прозвучит первый раз. Так Надежда Викторовна стала в числе первых, кто услышал бардовский хит того времени. Вот и окончилось все расставать с баром. Милая моя, солнечно-лесное, где в таких краях встретимся с тобою. Это событие стало одним из самых ярких воспоминаний Надежды Почтарюк. Позже Надежда Викторовна подхватила эстафету мужа и стала активисткой и членом городского совета ветеранов комсомола. Женщина участвовала в организации многих праздников, спортивных соревнований, молодежных конкурсов, освещала события городской жизни. И я берегу медаль к столетию комсомола. Вот она у меня есть, эта медаль. Есть у меня медаль к 90-летию комсомола. Я это все берегу. Я берегу... В прошлом году было столетие пионерской организации. Мне вручили эту медаль в обкоме партии КПРФ в Нижнем Новгороде. Вот видите, даже еще и пионерия я как-то помню. А в этом году нам на торжественном собрании в Нижнем Новгороде вручили комсомольский значок. 105 лет в ЛКСМ. Игорь Макаров – главный специалист РФЯЦ ВНИЕВ и первый секретарь городского комитета в ЛКСМ. Комсомольскую должность он занимал в течение пяти лет. Молодежный Ленинский союз появился в жизни Игоря Григорьевича еще в студенчестве. В Казанском авиационном институте он был секретарем факультетского бюро. По распределению Игоря Макарова определили на предприятие «Варзамас-16». Но ему не хотелось оставлять работу в ЛКСМ. Было предложено стать секретарем комитета комсомола Казанского авиационного института. И когда я пришел к своему наставнику и декану Дмитрию Георгиевичу Монохину посоветоваться, что мне делать, он мне сказал, говорит, знаешь что, езжай по распределению. Комсомол от тебя никуда не уйдет. Игорь Макаров сначала работал в конструкторском секторе 17 КБ-1, но любимую работу пришлось оставить. В 1971 году его избрали первым секретарем горкома комсомола. Так и сбылись слова декана. 1974 год был значимым для комсомола страны. В апреле состоялся 17-й съезд в ЛКСМ. Игоря Григорьевича избрали делегатом съезда от Горьковской областной комсомольской организации. Во время съезда произошел важный момент, который повлиял на жизнь Сарова, каким мы знаем его сегодня. Нас пригласил делегатов от Министерства среднего машиностроения Ефим Павлович Славский, наш министр. И вот будучи у него на встрече, я, когда мы говорили здесь, что вот нерешенные вопросы у нас есть в городе, поставил перед Ефим Павловичем вопросы строительства ГПТУ, нашего нового, который сейчас на улице Димитрова, и Дома молодежи, который всем тоже известный. Но Славский тогда как-то про Дом молодежи не воспринял. Но прошло немного времени, и через месяц пришел ответ от Ефима Павловича сюда в город, на мое имя, где он писал, что, уважаемый Игорь Григорьевич, по поставленным вами вопросам, мной даны указания о строительстве ПТУ, то-то, 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 по деньгам было все расписано. И я дал команду, как он тогда писал, на проектирование во ВНИИПИЭТ, это Ленинградский проектный институт, здания Дома молодежи. В дни работы съезда произошло еще одно значимое событие для горкома в ЛКСМ и всего города. Указом Президиума Верховного Совета СССР за большие заслуги и активную работу комсомольскую организацию Сарова наградили Орденом Трудового Красного Знамени. Высокая награда – признание большого вклада комсомольцев разных поколений в становление города и укрепление обороны страны. Торжественное вручение Ордена состоялось на площади Ленина на общегородском митинге. Мы установили трибуны, у нас шли колонны, шествиями, как на демонстрацию молодежи, ветеранов. И все приехали из области. Вручал Орден городской комсомольской организации первый секретарь Горьковского обкома партии, член Президиума Верховного Совета СССР Юрий Николаевич Христараднов. Это, конечно, было событие знаменательное. И там принимало участие много рабочих, школьников, инженеров. Это событие у меня осталось в памяти. Очень трогательное такое, впечатлительное. Здесь принимали участие наши руководители предприятий города. И в том числе Юлий Борисович Харитон, научный руководитель института. Поэтому это было событие. Обмен комсомольских документов, оборудование помещения для горкома комсомола, образование комитета ВЛКСМ РФЦФНИЕВ. Во всех этих и многих других вопросах по воспоминанию Игоря Макарова активно участвовали ведущие руководители предприятий. Горком комсомола был самостоятельным структурным аппаратом. Члены многое делали и добивались сами. И неравнодушие, и чуткость авторитетных людей было нужным и ценным для молодежи. С Борисом Глебовичем Музруковым все время поддерживал контакты. И я это говорю искренне, потому что директора всегда внимательно относились к нуждам, и не то что нуждам, а именно к деятельности, к работе молодежной организации комсомола. С Борисом Глебовичем я неоднократно бывал у него, как у директора, как в кабинете. В 1974 году пришлось, когда я приехал со съезда, и он приболел немножко. Я вместе с руководителями города приехали мы к нему дома перед 1 мая, тогда это был праздничный день, поздравить и рассказал о работе съезда. Вручил ему, до сих пор я помню это событие, клюшку с автографами, у меня сувенирная клюшка была с автографами наших хоккеистов, олимпийских чемпионов и чемпионов мира. Борис Глебович очень с удовольствием отнесся к такому подарку, и самое главное, он услышал и много задавал вопросов. С Юрием Борисовичем Харитоном я, конечно, встречался и неоднократно. Правда, позже, уже работая на производстве, у меня более такие тесные контакты. Я не просто с Юрием Борисовичем работал, но он меня многократно вызывал, давал поручения, и мы все время работали, как с Юрием Борисовичем Харитоном, с Евгением Аркадьевичем Негиным. Кстати говоря, и в комсомоле с Негиным работали. Очень прекрасные отношения и внимательные отношения всегда было со стороны самого Григорьевича Кочерианца, главного конструктора второго тематического направления. Это замечательные люди были. «Комсомол» – школа жизни, которую прошли Надежда Почтарюк и Игорь Макаров. Они были частью ВЛКСМ и по-прежнему хранят его идеалы в своем сердце. А строчки из песни стали девизом. «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым». Это действительно колоссальная для меня школа не только организационной жизни, комсомольской, но это жизненные пути, этапы работы не только с молодежью, но и с руководителями, с предприятиями, со многими ступенями нашей жизненного пути. Комсомол, если есть в душе, то он остается всегда. И школу эту прошли многие тысячи комсомольцев, оно всегда остается, ну, как бы, внутри. Вот прошло много лет, но сердцем я в комсомоле. Почему я и говорю, что я 70 лет в рядах ВЛКСМ. А в душе я еще очень молода. И слова, которые звучат в песне «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым» это ко мне относится. И вы, молодежь, еще не знаете, что такое комсомол. У вас вся жизнь впереди. И я бы хотела пожелать вам такого же жизнелюбия и вечной молодости. Будьте всегда молоды в душе. Наша передача подошла к концу. В следующий раз мы услышим новые истории, познакомимся с новыми героями, новыми лицами, лицами Сарова. До встречи в следующем выпуске на канале 16.